С утра пораньше на избирательный участок. Хорошее настроение, взвешенное решение, все что надо для успешного голосования. На заполнение бюллетеня требуются считанные минуты. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов исполнил свой гражданский долг на участке номер 3949 в селе Усово. У нас работают все 173 участка на сегодняшний день в штатном режиме. У нас меры санитарной безопасности, наши члены комиссии, которых тоже немало, 1598. Если мне память не измеряет, все работают в средствах защиты, везде масочный режим, везде дистанция. С повышенной температурой вход воспрещен. Турникет просто не откроется. По желанию можно обработать руки антисептиком. Соблюдение мер санитарной безопасности в приоритете. Все члены УИК-1979 работают строго в средствах индивидуальной защиты. Сегодня у нас заключительный день голосования. Избиратели все три дня были активны. Все проходит в штатном режиме, никаких жалоб не поступало. За соблюдением всех требований законодательства на избирательных участках Подмосковья следят более 21 тысячи наблюдателей. Почти четверть от этого числа представители областной общественной палаты. В Одинцовском округе организацию работы УИК-1979 проверил ее председатель Анатолий Таркунов. Так все хорошо, в рабочем порядке. Сегодня же уже 30 лет? Да, заключительный. Вы меняете, конечно, да? Да, конечно. Галина Боровик – пенсионерка. Всю неделю была на даче. Александр Подрезов тоже не мог проголосовать раньше. Но благодаря трехдневному формату голосования они успели принять участие в выборах. Стоять в очереди им не пришлось. Многие исполнили гражданский долг раньше. Председатель ЦИК России Элла Памфилова высказала мнение. Такая практика может быть использована и в дальнейшем. Выборы – это же наша гражданская позиция, наш гражданский долг. Хотим мы лучше жить, значит, мы должны выбор свой сделать. А это неправильно говорить, что я не могу, я не хочу. Мы свою жизнь строим сами. И поэтому обижаться и жаловаться на кого-то, претензии предъявлять мы не должны вообще. Вот наша гражданская позиция – прийти, проголосовать и отдать свой голос. Наша дальнейшая жизнь от этого будет зависеть. Если честных людей выберем, которые, как говорится, ответственны, болеют именно за родину свою, а не за какие-то деньги там. Поэтому надо выбирать, как говорится, для себя стараемся. Денис Майданов на избирательный участок в 14-й гимназии пришел вместе с супругой Натальей. Заслуженный артист России уверен – раз в пять лет страна принимает решение. Каждый житель имеет право проголосовать за будущее Отечества. Исполняя свой гражданский долг, член Центрального штаба ОНФ параллельно проверил организацию работы УИКа. Проинспектировал вчера и Рузу, и Можайск, и Нарафаминск, и Краснознаменск. Сегодня проеду дальше – Одинцовские избирательные участки, Звениград, Власих. В общем, все, кто входит в наш избирательный округ. В целом нареканий нет. Все стараются, чтобы выборы прошли спокойно, честно, создавая все возможности для комфортного голосования людей. В 20 часов воскресенья избирательные участки закрылись для голосующих. Начался подсчет голосов. Выборы в России прошли спокойно. Зафиксированные нарушения единичные и не влияют на их итоги. Евгения Августина, Денис Харламов, Станислав Трифонов. Телекомпания Одинцова.